так меня видно все видно хорошо я слушаю вот мне на свет есть на хорошо все нормально видно вот так темно все стало опять лицо темное так поворачиваетесь вот так вот видать хорошо вопрос следующий что конкретно нужно делать чтобы эти нерефонные вопросы пичкер палец а вот в главном вопрос поставьте вы верите что человек бессмертное создание он умирает и будет день когда он воскреснет и вопрос стоит где я буду на суде страшном когда все люди воскреснут а земные вопросы это тут там мелочь даже говорить не о чем главное чтоб душа знала нагорную проповедь христа выполняла была движима духом святым чтобы жил человек с отдачей с молитвой с постом вот у нас я вам все ресурсы тоскил там же показано когда молимся и проще вот это главное главное спасти свою душу они тело тело ну участника показали прокурора арестовали там бог скажите где-то не знаю миллиарды не миллиона миллиарды и угрозы и преступники на него работали все вздумал отобрать дом а все дома отбирает и продает а вот верующего даже помыслить об этом не может не приведи господь ну к такому фанатизму я пока что себя не отношу но знаете есть церковь особо не люблю ходить по одной причине туда приходят обычно хорошо жил плохо жил там всех причащают там всех мажут грехи сдают и сразу же по выходу начинают делать то же самое у меня позиция достаточно простая и заключается в том что если какая-то проблема есть ее нужно прежде всего решить измениться а уже потом идти и каяться то есть когда появятся какие-то результаты твоя работа вот какой я совет хотел во первых одно два там или три правила небольших которые я делаю каждый день и в итоге какие-то должны быть результаты вот ну я слушаю говорите что за правила и как вы их взяли где я у вас хотел бы попросить то есть какой-то минимум вот самую малость которую я состоянии сделать а вы что у меня спрашиваете чтобы правила какие ну самое первое у вас должна быть библия ежедневно вот мы как собираемся и в основном присоединяйтесь к нашему молитвенную кружку чтобы одни не были никогда и поэтому вас что с вами было день и ладно это уйдет навсегда вы свои нужды будете знать молиться будете все по-другому тут только надо выпросить у бога веру вот мы допустим ну в москве девять утра а у нас пять вот мы молимся когда а дальше по этому поясу там другие которые бывают уже из-за границы к ним прислоняются но без молитвы у нас нет молитва человек немощное создание мы за все бога благодарим высказываем свои нужды речь идет не только о болячках а самой жизни когда молишься ты где твои мысли сейчас вот уже сколько три недели осталось пост будет великий семь недель и пасха верующие готовятся к этому вот вы сказали торгуют потом причащают мы как раз с этим боремся но у нас этого нету мы один но отдельно создали общину и с тарелкой не ходят торговли не нету у нас деньги даже не появляются мы их не видим и также молимся ходим и при счастье у человека доготовится потом отдельно исповедуется если что-то сделал не так случилась какая-то беда женщина там аборт сделала десять лет она будет наказываемая больше половины она будет стоять вне церкви каноны второе правило Василия Великого а в церкви это проходной двор попы большинстве неверующие ну они сами говорят об этом заработать надо а у нас этого нету совершенно нету и все идет как надо вот какая у нас сейчас нужда была решили издать трехтомник толкования Нового Завета ну помаленьку помаленьку насобирали на пять тысяч экземпляров печатать начнут наверное в феврале долго у нас к этому шло редактировали выправляли где там буква стоит Е вместо Ё ну и люди знающие грамматику морфологию и вот у нас теперь будет возможность другим людям дать притом вот мне пришлось издать своих тридцать восемь томов книг лично я издал в общей сложности на сегодняшние деньги мне это обошлось а у меня денег нету пятьдесят пять миллионов из них семьдесят пять процентов были розданы по библиотекам и развезли по всей Европе в Скандинавию при Балтике дарили по полному комплекту полный комплект семьсот пятьдесят евро это нас даже ничего потому считаем это Господь так сделал сделал и по милости Божией мы остались живы из трудностей там ломалась дорога и где приобрели новые души везде молились новые нашли у кого останавливались там в Германии в других государствах быть верующим это в полноте использовать жизненные силы которые Бог дал и разум вот первое правило установить молитву а одному не оставаться прислониться к нашей группе которые мы на Алтайском в Алтайском крае или к Московской вот во сколько будет звонок зайти к нашим которые там если я показал там второе место отчеркнуто да чтобы приняли туда и так звонок раздается вот в пять утра мы встаем в четыре сорок ну я раз занимаюсь много в интернете я встаю в три сорок на час раньше еще раньше а уже в пять ровно начинается моление моление и после этого сразу же начинается считать новый завет столкованием вот который будет издавать только закончился и считает одну из проповедей моих в девятом томе у меня их 33 тома открытым оком это у нас так а в другом месте они может что то там по другому но все направлено к небу ну я уже человеку написал вот который был в ссылках сказали что фотография нужна и все ну да второе это чтение слова божие чтобы у вас была библия вы считаете одновременно ветхий новый завет ознакомитесь с содержанием ветхого завета ну а новый завет это все для исполнения хотя из ветхого есть где бриту не трогать больше не прикасаться это у нас строго стоит это не должен он не должен бриться никак растут не растут не задевать и все некоторые соблазняются на этом ну так такое правило не нами придумано в библии говорится не порти края бороды твои как портить когда ее нету это мирское все и сразу один раз порешил с этим и все кончилось к этому не прикасаться поэтому бриту лучше выбросить чтобы она не соблазняла значит молитвы мы поговорили теперь церковное правило уже будете знать когда пост начинается я материалы вам о посте все вышлю в курсе будете дело дальше ничего у себя тайного которое вас смущает церковное дело не скрывайте говорите я постараюсь вам ответить лично ваша жизнь не нужна не надо вы сами думаете и выйдете как нужно прямо стану совсем никак нельзя ну тогда отдельно поговорить просто изберете может быть человека такого которому доверяете побеседовать и обязательно потом уже готовится к окрещению если ты был моченый не в три погружения или доказательства этому нету или деньги платил оно недействительное вот у нас все бесплатно вот это первое и оно у тебя сразу пойдет господь говорит кто идет за мною за христом а не отвергся себе свое я надо выбросить характер твой там я маленько не так с мамой там кто у тебя близкий установи теплые отношения хорошее попроси прощения скажи простите меня я желаю быть со христом мы говорим о чем то и все это для того чтобы прославить христа бога который умер за наши грехи кровь пролил грех смывается кровью христа больше ничем а не тем что я буду делать хорошо и бог меня простит нет возмездие плата за грех смерть адам согрешил и умер и мы все смертные уже от адамов греха зараженные у меня есть один вопрос да так вот недавно это позавчера вот допустим протравили клопов каким то образом их занесли выкинули мебель вот и понятное дело что все напрямую упирается в финансы и меня беспокоит следующий вопрос что мать меня начинает тут на меня наседать вот но все напрямую к деньгам относится и нерешенный вопрос в том что плачу то я вот меня вот что подрывает когда я что то делаю я за кого то плачу то есть а потом начинают мне мотать нервы то есть что то решать вот мать что то порешала мне потом приходится переделывать нет тут надо договориться так с матерью отдельно придите вот здесь если она будет как мы обязательно поговорим чтобы она это так не делала чтобы было по совету если это ее купля там или что то она купила где то да она принимает главное решение но надо посоветовать у вас должна быть работа а уж сколько как удастся это как покажет так минутку там звонит сейчас я гляну подождите кто идет беседа так я слазил голубям там это надо выбирать у них которая в тарелках то лежит где то там что у них есть и маленько в одну которые остаются мелкие в отдельно отдельно там я ведерко небольшое поставил для воробьев видишь как голуби у меня стонут слышно слышно все это у меня голуби здесь видя показывал да ну вот так работа то у меня есть но нужно расширяться и насколько я понимаю мне нужна какая-то дополнительная хотя бы подработка ну чтобы быть на улице работать руками я правильно понимаю ну сами посмотрите посмотрите издалека не руководство но все таки вы вот видишь кто то вы ничего не посылали мне нет сейчас сейчас вот сейчас в данный момент кто там сейчас я гляну абонемент номер видимо я в чат рулетки беседовали он сейчас стучится ко мне так у вас что срочное здесь побеседовать да вот на этом вопросе надо на месте посмотрите такая работа чтобы вы знали пропущенный звонок знали что столько то надо сделать столько надо заработать обязательно должна быть какая-то специальность желательно и не одна ни о какой женитьбе пока даже не думайте оставьте вы свою жизнь сначала установите а там будет видно надо или не надо просто поставьте решительную задачу ты хочешь быть человеком служить христу родиться свыше то есть вопросы то такие говорится на всю жизнь все время будешь трудиться над этим ни одного матерного другого слова вообще нигде не произносить чтобы даже в уме это не было никак ни о куре ни о питье там или наркотике это все истребляется выбросить даже чтобы духу не было можете дать какую-нибудь молитву короткую чтобы дела ладились чтобы дела пошли в гору повторите что-то я не не разумел можете дать одну-две молитвы да я вам скину молитву сразу вы посмотрите как мы молимся я брошу какие есть молитвы о чем это для меня у меня все заготовка есть и что такое молитва я сразу скину на книгу к истину православию и там все вопросы я уже вам выслал вы только не открыли ее там уже все сказано было я еще раз скину вы только нажмете и откроется оглавление и какая страница молитва пост крещение и все старайся сейчас быстро начинай читать смотреть конспекты пиши себе чтобы занят ты был если думаешь дальше быть попутно может захватить какой-нибудь иностранный язык учить телу не давай вставать в одно время вот у нас подъем по нашему в 4.40 сразу переломить в армию берут никто ж тебя не будет ждать когда ты проснешься он тебя водой обольет и все это 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 новая жизнь жизнь для бога жизнь для ближних и твоя жизнь там же идет для спасения это высокая цель вот мне нужно 1-2 молитвы сейчас скину я сказал молитвы сейчас скину и оглавление книга к истинному православию это я автор этой книги я ее 40 лет собирал материалы хорошо просто большие объемы я не потяну я не могу сделать плохо ну сколько сколько можете начинать себя раскачивать молодой здоровый парень вот у меня допустим сейчас колено нога не ходит ну плохо ну так мне 83 года что я претерпел где меня морозили и все не сдаюсь пока креплюсь вот и я делаю может быть мало но я делаю хорошо и эффективно чтобы не приходилось переделывать это вообще ко всему относится ну сами подумайте где как кому конечно проще всего было бы если рядом была какая-то ферма кому-то помогать чтобы ты научился ухаживать за скотиной сеять весна придет чтобы какой-то огородчик был у тебя уже лишние деньги никуда не уйдут вот у нас мы деревню строим и володя вот он раньше меня уезжает и все там сажают свои арбузы даже бывает некрупные яблочки картофель морковка лук да это же надо это необходимо я все детской бабушке помогал мы в прошлый раз разговаривали у вас сколько это лишнего веса есть ну у меня выше 95 не скакнуло раньше 100 было у вас рост какой вверх 183 вот больше 83 не должно быть вес 100 не отбрасывай вот это вес это норма ваша и сразу лишнее убрать желательно там непонятно как его сбросить никак не понятно не ешь и все вот со мной один был у него такой пузырь на животе и он сразу это понял уверовал стал молиться и недели полторы в рот не брал ничего и у него пузо все это исчезло подтянулось ну вот я перед вами стану вам видно какой я да все я еще просто в зал хожу ну это такое что просто ничего не надо для этого ничего не пей ну воды маленько выпей и не ешь мясо вообще исключить из рациона во-первых дорого а потом не полезно и потом всякую там все переходи на растительное вот у нас мы живем рыбу можно рыбу ловить не будешь а надо где-то что-то как-то а мяса мы даже у нас в доме не бывает это нас господь хранит так и и мы от этого не страдаем не то что я бы смотрел и думал котлетку дайте нет вообще ну не надо мне даже так сейчас выключаю и скидывай материалы так еще один вопросик можно давай вот ну по весу я занимаюсь физически то есть я не маленький то есть я достаточно широкий вот ну это надо на всякий случай потому что любая работа чуть что это должен делать я то есть без мысл все-таки это этого нормально сделать нельзя будет так так я хочу расширяться по работе вот ну работаю я на себя то есть отношения у меня дружеские то есть я не на государство работаю ни на кого и стараюсь не брать как бы лишних денег вот но мне нужны молитвы чтобы ко мне пришли ученики с учениками тоже все хорошо уже будем знать будем молиться у нас друг друга знает нужду и все молятся и дело сразу быстро исправляется потому что это милость Божия мы сознаем все что мы немощные господь говорит без меня не можете делать ничего 15 5 евангелие от иоанна запоминай где это написано что молодая память вот это слово Божие библия каждый день считай евангелие открывай а на следующую беседу может желательно чтобы с мамой подошли так все отошел сейчас скидывай сразу прям сразу же начинайте приступать к делу хорошо так